Один из пострадавших при взрывах в московском метро намерен в ближайшие дни подать в суд иск против Национального антитеррористического комитета. Об этом сегодня на митинге в защиту жертв терроризма рассказал адвокат заявителя Игорь Трунов. Прежде всего мы создаем федеральную книгу жалоб, куда каждый может обратиться с жалобой на должностное лицо. И эту книгу будут сопровождать профессиональные юристы, которые будут доводить каждую жалобу до логического конца. И первая жалоба, которую мы подаем от имени потерпевших от взрывов в метро в Москве, это жалоба на антитеррористический комитет. Заявление в суд составлено от имени ребенка, который в результате теракта остался сиротой. На митинге собрались не только раненые пассажиры метро, но и пострадавшие от терактов в Норд-Осте. Вместе с правозащитниками они настаивают на введение особого статуса для жертв террористов, требуют установить социальные и медицинские гарантии и ввести фиксированные размеры компенсации. Деньги, которые выдали им власти, по мнению многих участников, не способны покрыть даже затраты на лечение. На примере теракта в Тубровке, в Норд-Осте, я скажу так, у многих людей, которые выжили, которые выжили, сейчас стоит дилемма купить таблетку, купить таблетку, чтобы поддержать свое здоровье, или купить себе лишний кусок хлеба. Но это копеечные выплаты, совершенно копеечные. Я получаю 1600 погибшего сына своего. Я пенсионерка, одинокая. Вот эти вот выплаты мизерные. Ну вот, говорят, компенсации маленькие. У вас есть какие-то? Ой, ну это вообще смешно. Нет, это стыдоба невозможна. И вот наши собрания, некоторые, так сказать, обыватели, считают, что мы конючим, что нам оплатили больше за потери. Но об этом речь не идет. Сергей Поляков, Игорь Мостовой, Инфокс.